Мы видим, что уже в четвертом, за 4 месяца этого года, у нас существенный рост заявок на изобретение. Изобретение, причем очень важное. Большой рост в медицине и фармацевтике на 22% мы отмечаем этот рост по сравнению с 2019 годом. Корректно давать эти цифры с годом допандемийным, с тем, чтобы исключить фактор пандемийного влияния и воздействия. Но мы видим, что за 4 месяца нас очень порадовали НИИ и ВУЗы. Они выросли аж на 38% в подаче заявок. Конечно, сказалось и отложенные идеи 2020 года, которые из-за пандемии нельзя было реализовать. И в то же время мы видим, что в 2021 году наши изобретатели приспособились к пандемии. И думаю, что этот пандемийный фактор перестал влиять на изобретательскую активность и патентов станет больше. При этом мы видим, что этот рост, конечно, не только пандемийный. Это рост тех мер, которые принимает правительство и другие ведомства к стимулированию патентной активности. Программы, которые требуют более жесткого подхода к определению научных направлений, дающих эффективность направлений, которые будут реализованы в продукции и в технологиях. И эта направленность дает возможность нам сейчас сказать, что изобретений стало больше, причем высокотехнологичнее. При этом я бы еще хотел ответить на значительный рост заявок на регистрацию программ для ИВЭ. И они выросли в 2021 году за 4 месяца на 40% по отношению к предыдущему году. Тоже достаточно успешным. Здесь мы видим, как решающий фактор, это, конечно, изменение порядка налогообложения в IT-сфере. И теперь, когда налогообложения в IT-сфере, программы ИВЭ подпадают под эту сферу, стали не 20%, а 3% налога на прибыль. Мы видим, что этот эффект был почти мгновенный. То есть отрасль на это отреагировала огромным просто всплеском заявок на регистрацию программ для ИВЭ. В целом мы на 2021 год смотрим с большой надеждой и перспективой. Мы видим, что в первые месяцы рост наметился, а в мае тенденция сохраняется. Посмотрим, как будет к концу года. Мы думаем, что рост будет и будет существенный. По поводу географических указаний. Не так давно у нас появилась эта опция. Вот можете рассказать, часто ли регистрируют, кого больше русских, иностранных, кто какие? У нас уже 68 заявок подано. Из них три иностранные заявки. Касаются различных видов товаров и различных регионов. Мы видим заявки из Америки, из Кореи. Мы видим заявки со всех уголков нашей страны. Первым здесь оказалась заявка с шуйским мылом. Ну, наверное, проще было выдать решение по этому вопросу, что это такой бренд достаточно уже известный. Но у нас есть уже большой пакет для рассмотрения. И это только начало. Вы представляете, это только первый год действия. Мы думаем, что будет несколько тысяч зарегистрированных географических указаний, под брендом которых будут продаваться очень популярные в нашей стране товары. И они же выйдут из-за рубеж, потому что региональное брендирование дает большее основание рассчитывать на то, что и на мировом рынке этот товар будет пользоваться спросом. В первую очередь, это же продуктовые товары, мы про них говорим. Ну, то есть мыло же это реже, чем мед, сыр. Ну, продуктовые, потребительские товары. Это лечебная грязь, вода, минеральная вода. Это вино. Кубань зарегистрировалась под свое вино. Но мы теперь будем не просто кубанское вино пить, а кубанское вино, защищенное географическим указанием. В чем смысл географического указания? Когда кто-то регистрирует географическое указание, описываются требования, которые предъявляются к тому товару или к той услуге, за которую этот бренд дается. И требования это, как правило, качественные, требования привлекательные. А затем тот, кто заявился, берет на себя обязательно их соблюдать. Если тот, кто производит товары под этим брендом, не соблюдает эти качества, он лишается этого бренда. Поэтому это такой рыночный элемент контроля качества, контроля успеха у потребителей. И им будут пользоваться наши производители повсеместно.